Продолжение следует... Продолжение следует... Начнём с последнего экспертного мнения. В рамках рабочей группы по мониторингу применительной практики правил формирования ограничительных списков в России мы проводили, точнее, некоторые аналитическую работу. Ну вот здесь представлены такие основные направления. Один из публикаций – это моделирование включения лекарственных препаратов в ограничительные списки в России, стоимость, дополнительная эффективность противопухолевых средств. Была попытка определения референтных значений, анализ объёма твёрдых структур, объёма твёрдых суррогатных точек, которые используются в России при фармакоэкономике, ну и роль нежелательных евреев при включении в ограничительные различные списки. Ну и выводы общие. Формулирование ограничительных списков в России носит частично формализованный подход с ярко выраженными элементами оценки технологий здравоохранения. Клинико-экономический анализ является доминирующим, всё более и более выходит на первый план при принятии решений. Кажется, это уже, моё впечатление, что это уже стало таким из позитивного, в такое уже, в негативное моё мнение, да, такой тренд уже пошло, и фармакоэкономика стала всё-всё-всё. Далее, необходима дальнейшая коррекция методологии фармакоэкономических исследований. Ну и, конечно, все понимают, эксперты, что не разработать и не внедрить порог готовности общества платить хотя бы в онкологии – это уже такая, в общем-то, непростительная ошибка. Возвращаясь к настоящему докладу «Приоритетные потребности при формировании ограничительных перечень лекарственных средств», почему вообще возникло такое название, да, такая идея почему? Ну, мы знаем, что у нас в России разные экспертные группы пытаются писать различные документы, некоторые эти документы начинаются писаться и останавливаются, они куда-то исчезают, некоторые документы модифицируются, превращаются в нечто более другое. Ну, вот мы сейчас видим эволюцию одного из таких документов, документ называется «Национальная лекарственная политика», очень интересное название, ну, суть его, она ещё только наполняется, и вообще неизвестно, закончится это чем-то или нет. Тем не менее, уже есть содержание этого документа, и этот документ лоббирует Российская академия наук, её медицинский подраздел, да, там есть содержание, и в этом содержании есть пункт 2.3, называется «Обеспечение доступности лекарственных средств для населения». И внутри этого пункта 2.3 есть 4-5 подразделов, это два основных является, первое – это перечни, возмещаемые списки, в которых описана подробно, попытка подробно описать системы формирования и ценообразования перечней, прежде всего, ЖНОЛП. Также описана система, описывается система формирования перечней НЛС и других высокозатратных, в том числе, ну, и выводы рекомендаций. Так вот, внутри этого документа собирались данные от различных экспертов, что, собственно говоря, должно быть приоритетом при формировании вот этих ограничительных списков, что должно быть такой главной целью, главным вектором, в который вот эти ограничительные списки встраиваются, они двигаются, и все говорят, вот мы хотим достичь этой цели. Ну, разные эксперты дают разные, давали разные предложения. Конечно, давали такой термин, как «инновационный». Список должен быть полностью наполнен инновационными лекарственными средствами. Замечательный термин, у него есть только один минус. В Российской Федерации у нас нет определения, что такое инновационное лекарственное средство, поэтому стремиться к тому, чего нет, и так далее. Некоторые эксперты говорили, что этот перечень должен быть наполнен, должен быть наполнен только очистенными лекарственными средствами. Кто-то говорил, должны быть только фармакоэкономически целесообразны. И были эксперты, которые предлагают, чтобы ничто как бы не влияло на бюджет. Конечно, никто не забыл те самые майские указы, о которых говорил предыдущий докладчик. И я обратил внимание на последний, может быть, термин здесь, да. Это должны быть только лекарственные средства, которые влияют на глобальное бремя болезни. И с этим мы провели исследование, оно сейчас, мы его окончательно, так сказать, ошлифовываем, эти результаты, и готовимся подать эту публикацию в печать. Две цели. Цель номер один – это ретроспективный анализ соответствия структуре принятых перечней глобальному бремени болезни по всем основным патологиям. И второстепенная цель – это ретроспективный анализ перечней, принятых в Российской Федерации, к структуре продажи этих лекарственных препаратов на территории Российской Федерации. Ну, глобальное бремя болезни всем нам хорошо известно. 1993 год впервые этот термин появился, в 1998 году Всемирная организация здравоохранения его подхватила, измеряется в различных единицах измерения. Нам хорошо известна смертность, нам хорошо известны дели, конечно, распространённость, конечно, заболеваемость, но вот коэффициент материнской смертности, не будем о нём забывать. Мы взяли два только лишь показателя для настоящей работы, мы взяли смертность и дели. Ну, вот на 100 тысяч населения, это данные открытые, да, но мы их объединили в большие группы, чтобы не было, так сказать, чтобы как-то структурировать немножко. Смотрите, смертность сердечно-сосудистых заболеваний в мире 31%, мы единицу измерения взяли проценты. Мы много говорим о том, насколько онкология опасна, но при этом рядом с нами каждый третий, грубо говоря, человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире. Второе место – это онкология, 16% здесь вся, и онкология, и онкогематология. Кстати, рак лёгкого здесь доминирует. Далее – заболевания дыхательной системы, 13%, заболевания нервной системы, ну, а всё остальное уже, все остальные заболевания, они уже, ну, значимы, но мы их вот объединили в общую, это 33%. Обращаю ваше внимание ещё раз, сердечно-сосудистые заболевания – это треть всей смертности. Если посмотреть по Дели, то сердечно-сосудистые заболевания, да, действительно, тоже первое место. Далее онкология, заболевания дыхательной системы меняются местами несколько. Выходит на четвёртый план – это проблемы, которые возникают у беременных и у детей раннего возраста, это перенотология. Почти 7,5%. Ну, конечно, все эти проблемы, в частности смертность, она не статична, она в разных возрастах имеет разное значение. Конечно, перенотология, дети первого года жизни – это основная проблема смертности. Далее мы видим, да, подключается где-то там онкология, выходит на первое место, и кардиоваскулярные, конечно, заболевания. Ещё раз, это не статичная ситуация. Второе, что мы сделали, мы посмотрели структуру продаж лекарственных средств на различных уровнях. Мы за сравнение взяли данные, опубликованные в 2018 году, здесь автор указан, да, мы видим, что в структуре продаж лекарственных препаратов розничного рынка доминирует это пищеварительный тракт и обмен веществ, заболевания нервной системы, заболевания респираторной системы. Посмотрите, где здесь находятся противоопухолепрепараты, их здесь нет. Далее, структура продаж лекарственных препаратов по госпрограммам. Здесь появляются противоопухолепрепараты, это плохо видно, это такой красный столбец, это доминирующий, доминирующая структура продаж. В основном государство и, точнее так, пациент получает лекарственные средства именно на этом этапе, на амбулаторном этапе, да, через вот государственные программы. Ну и третье распределение лекарств в обществе, в России, это структура закупок лекарственных препаратов в стационарах. Здесь мы видим, онкология уступает противомикробным средствам, но, тем не менее, онкология находится здесь на втором месте. Далее мы, третий шаг, который мы сделали, мы взяли все списки, ну, точнее так, мы взяли все лекарственные средства, которые были включены в ограничительные списки. Два вида списка ограничительных в анализ, это ЖНО ЛП, и на том этапе он назывался 7 нозологий, сейчас 12, с 2014 до 2019 год. Почему этот отбитый, это временная единица? Ну, потому что считается, что с 2014 года вот это постановление правительства, формализованный подход к формированию списков и так далее, такой некий новый этап, некий новый этап в жизни в России, да? Поэтому взяли эти 5 лет, за эти 5 лет в наш анализ попало 209 международных непатентованных названий, и мы видим 21% – это лекарственные средства, которые включали в списки для лечения онкологических либо онкогематологических заболеваний. Далее на втором месте идут заболевания перинатального периода, это скользкая классикация, которую мы применяли. В общем-то, здесь находятся лекарственные средства, орфанные лекарственные средства, потому что именно в этот период основные орфанные заболевания диагностируются, и на этом этапе именно и формируется неонтология, да? Дети первого года жизни. Именно тогда и формируются показания к назначению этих лекарственных средств. Второе, третье место для нас удивление было – это противомикробные средства, дались заболевания нервной системы и так далее, и так далее. Инструмент для классификации мы использовали систему АТХ, да? И по показаниям мы смотрели. Конечно, о чём уже говорили предыдущие докладчики, новые лекарственные средства, вот эти биопрепараты, мабы, они зачастую имеют несколько показаний, в нескольких группах они распределяются. Для нас это вызывало определённую сложность для классификации, но вот мы предлагаем вам, ваше внимание, то, что получилось. Ну, а далее мы поступили очень, так сказать, вульгарно. Мы попытались сравнить, так сказать, солёное с красным, да? Но, тем не менее, мы договорились, что это, наверное, будет корректно, потому что мы везде использовали одну и ту же единицу измерения, проценты, доли. Ну вот смотрим, если объединить глобальное обремя болезни, дели и смертность, то на первом месте находится заболевание сердечно-сосудистой системы, цифра 1. Вот она, да? На втором месте – это онкология и онкогематология в процентном соотношении. Далее – заболевание респираторной системы, ну и заболевание нервной системы с элементами перенотологии. Если посмотреть по нашим спискам, то, что в России включено, на первом месте – это онкология, вот она, да? Больше всего онкологических препаратов. Далее идут заболевания нервной системы и перенатологии, нарушения обмена и орфанные заболевания по показаниям, если мы смотрим лекарственных средств. Далее идут заболевания респираторной системы и заболевания нервной системы. Если посмотреть по структуре закупок, тоже их самое сравнить, то первое место – это онкология в государственных программах. В госпитальном секторе на первом месте – противомикробные средства, но амбулаторные, наконец-то, появляется та же самая кардиология. Да, парадокс. Больше всего проблем в кардиологии, а лекарственных средств ни в ограничительных списках, ни в государственных программах, ни в госпитальном секторе, кардиологических практически нет. И получается так, что проблема, с которой сталкиваются люди – это сердечно-сосудистые заболевания по глобальному времени болезней, им приходится решать самостоятельно с помощью похода собственного в аптеки. А государство, оно пока сосредоточено в области онкологии. Ну, вот такой тренд совершенно явно виден. Предварительные выводы. Ограничительные списки в Российской Федерации в основном формируются с тенденциями глобального времени болезней. Конечно, идёт ответ на онкологию, на перинатологию, орфанные заболевания. Структура о закупках на различных уровнях в чём-то отражает ограничительные списки ЖНВЛП. Есть явно несоответствие в области сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно, это связано с тем, что держатели регистрационных удостоверений не могут предложить современные лекарственные средства для лечения данной проблемы. Собственно говоря, поэтому их и нет. Хотя мы видим, сейчас идут большие публикации, в частности, для лечения артериальной гипертензии, когда скоро, видимо, появятся биопрепараты для лечения данного заболевания. Отмечена высокая доля международных непатентованных лекарств в области нарушения обмена и орфанных заболеваний до 16%. И формирование списков по социальной значимости заболеваний у нас в стране не проводится, в связи с тем, что, собственно говоря, нет методологии расчёта социально-экономического времени заболевания. Ну, предложение, тезис. Высокая частота орфанных онкологических лекарственных средств в России в ограничительных списках это есть. На это, видимо, нужно как-то реагировать. Возможно, таким инструментом может быть соглашение о разделении рисков. Данный механизм его позиционирует Европейское бюро ВОЗа. Различные виды разделения рисков есть. Финансовые соглашения в той или иной форме в Российской Федерации присутствуют, но оно нигде не прописано, так вот на понятийности какая-то существует. Но о соглашении, основанном клинических исходах, о нём говорят, ну, наверное, уже лет 7-8 в России, может быть, даже 10, но, к сожалению, тоже этого не происходит. Ну, одна из таких концепций – это соглашение, основанное клинических исходах. Вот здесь пример, который рекомендует ВОЗ. Продукт возмещается, но решение обусловлено, опираясь на дополнительных доказательств в условиях реальной клинической практики. Об этом тоже почти все докладчики сказали. О важности реальной клинической практики как источника для принятия решений в системе здравоохранения. Ну, вот здесь голландский опыт, орфанные заболевания в Нидерландах возмещаются. Переоценка их возмещения проходит через 4 года спустя их клинического применения в больницах у реальных пациентов, а не опираясь на данные только лишь предрегистрационных клинических исследований. Конечно, таким инструментом могут быть прагматические клинические исследования, чтобы замерять эту эффективность. О них тоже уже давно говорят. В 1996 году начали говорить, и есть уже несколько руководств по тому, как проводить прагматические клинические исследования. Кажется, это наиболее лучший инструмент для снятия эффективности в условиях реальной клинической практики. Ну, я заканчиваю. На тему доклада было приоритетные потребности при формировании ограничительных списков в России. Ну, и выводы. Формирование ограничительных списков на приоритетах глобального времени болезни кажется наиболее правильным стратегическим путь для Российской Федерации. Конечно, такие критерии глобального времени болезни, как смертность, ДЛИ, должны использоваться при национальной лекарственной политике. Данная тенденция действительно чётко прослеживается в Российской Федерации. Мы с вами видели этому подтверждение в долях. Методика разделения рисков Российской Федерации частично присутствует, но в основном она находится в области финансовых соглашений, в области неких скидков, хотя нужно отметить, что официально она, ну, по крайней мере, не прописана в правилах формирования ограничительных списков. Ну, и для онкологических лекарственных средств, и для орфанных лекарственных препаратов все уже понимают, что необходимо введение вот этих разделений рисков, потому что мы тратим огромные ресурсы, опираясь на предрегистрационных клинических исследованиях. К сожалению, не видим зачастую должную эффективность и безопасность у своих пациентов на своих рабочих местах. Конечно, с этим надо что-то делать, и тогда, наверное, вот эти прагматические, в частности, исследования могут явиться удачным инструментом для измерения этой эффективности. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей Сергеевич. Очень актуальная, на мой взгляд, проблема была вам опять найдена и поднята. Коллеги, у кого будут вопросы. Секундочку, у нас идет трансляция, поэтому нужно, и все записывается, поэтому нужно в микрофон. Большое спасибо за прекрасный доклад, Алексей Сергеевич. С учетом тех предложений экспертов, которые продемонстрировали вы на одном из первых слайдов, скажите, пожалуйста, как формировался список экспертов и кто в него входил? Большое спасибо. Это не только этого документа, который, да, так же, как и прочие эксперты не представляли. Вот именно только вот в этом... Ну, в частности, мы сейчас про этот раздел говорим. Это же слепой рандомизированный метод назначения экспертов. Что? Прошу вас. Благодарю вас, Алексей Сергеевич, за сообщение. Блестяще. Скажите, пожалуйста, вот как вы помните, на последнем ученом совете в Первом медицинском университете наши коллеги засомневались в термине «социально значимые заболевания». Ваше отношение к этому термину, и реально наши иностранные коллеги к нему, его не знают, либо относятся скептически. Это первая часть вопроса. И второе. Не считаете ли вы вот такое сочетание «социально значимое заболевание», будь то инфекция, там, кардиология, онкология, устопороз и так далее, как критерий формирования вот тех самых актуальных списков в помощь, в первую очередь, населению, пациентам и наведению порядка в этой области у нас в стране? Я, к моей огромной радости, не являюсь экспертом в создании глоссарий различных областей. Мне кажется, что мы должны использовать ту терминологию, те критерии, тот глоссарий, который использует весь мир. И мне кажется, что мы должны отталкиваться от терминологии глобального бремени заболевания. Вот в этом основе. Относительно социально значимости заболеваний различных, да, у меня такой же был вопрос на этом ученом совете, как и у многих. Мне непонятно, когда мы используем в России этот термин, на основе чего он опирается – распространенности, заболеваемости, больших потерь дели, смертности, материнской смертности. Вот я просто не видел структуру вот этих социально значимых заболеваний, двоеточие, и там перечислено. Там такая-то смертность, такая-то это. И вывод, который внизу, значит, они социально значимы. Возможно, это есть. Я этого не видел. Мне кажется, мы должны использовать международную терминологию. Моё мнение. Это первое. Второе. У нас нет методологии расчёта социально-экономического бремени заболеваний. Разный… То есть, такой ещё есть подход. Взять бремя, социально значимое бремя заболевания. Но у нас таких подходов нет. У нас есть много публикаций разных авторов. Там, по-моему, первые публикации начались. Это Хоббл, по-моему, САС мы считали. Такая методика была. Там ещё кто-то начал считать. Там мигрень, там. Ну и так далее пошли. И так далее. Но она тоже не утверждена. Она… То есть, такой подход, он ещё менее значим. Если мы начинаем говорить про социально-экономическое бремя заболеваний. Потому что никто не знает, как его правильно считать. Ещё раз. Итого. Пока вот такой мы не договорились внутри себя. Мы видели, какая-то дискуссия была даже на учёном совете, да? Первого медицинского университета у нас. Пока мы даже внутри себя не можем договориться. Мне кажется, нужно, моё мнение, использовать международные терминологии. Глобальное бремя болезни прекрасно. 93-го года начали это дело. 98-й подхватил ВОЗ. Каждый год почти пересчитывается. Абсолютно прозрачная, сложная, но прозрачная методология расчётов и так далее. Каждый год почти пересчитывается.